Праздник 8 марта Женщин, которые подарили нашей стране детей, которые в свою очередь прославляют и укрепляют наше государство. Культуру, образование, науку, спорт, искусство. Ясно, что в семье от обоих родителей зависит воспитание ребёнка, но всё-таки основы воспитания закладываются матерью, закладываются женщиной. Именно, ведь у нас, как говорят, есть такое выражение известное, впитал с молоком матери. Что это значит? Это значит, вот осознание себя как человека, первые навыки в общении с окружающим миром человек получает от женщины. И, ну, у нас много очень добрых есть слов в отношении материи, я имею в виду именно народных, народных. Ведь это не случайно, говорят, самое святое – это мать. Вот это маму сравнивают с родиной. Вот такие вот близкие очень понятия. Вы знаете, что в последнее время мы немало сделали, в последние годы для укрепления самого института материнства, детства. И, собственно говоря, ну, как бы, можно сказать, что женщины отреагировали соответствующим образом. У нас рождаемость существенно выросла. Впервые за 20 лет у нас устойчивый, естественный прирост населения. А мы знаем, что как бы мужчина ни помогал в семье, всё равно основная нагрузка, конечно же, ложится на женщин. И бессонные ночи, и такая чисто техническая работа. А плюс ещё нужно подумать о будущей своей профессиональной деятельности. Наверное, ещё мы многое должны будем сделать для того, чтобы не просто продолжить то, что было начато в прежние годы, но и подкрепить эту тенденцию. Но всё-таки основное решение в семье о том, чтобы иметь ребёнка, всё-таки женщины принимают. И то, что такие положительные сдвиги в демографии есть, они, конечно, это... Мы, прежде всего, конечно, женщины должны быть благодарны за это. Ну, а кроме всего прочего, наши женщины в подавляющем большинстве случаев и профессионально работают. Работают в самим производствах, в той же науке, в образовании, в здравоохранении, в социальной сфере. И демонстрируют, в общем, замечательные результаты. Так что позвольте мне вас, во-первых, и в вашем лице всех женщин поблагодарить за ваши усилия по укреплению страны, за то, что вы делаете по линии воспитания детей и вообще молодых людей. Потому что пример женщины, он очень ваш. Поблагодарить вас и поздравить с праздником. Спасибо. Спасибо вам. И приглашаю вас к чаю. Спасибо. Владимир Владимирович, мы вам всем благодарны. Вообще-то вы так поддерживаете культуру нашу, да? Вот у нас... Я в театре Табакова работаю. У нас очень много молодых режиссёров. Вы сейчас учредили поддержку режиссёров фонда свой, президента. Это такая помощь. Вот у меня сын был у театра Табакова, да? Если бы он с улицы и не было у него такой поддержки, Олег Павлович, да? А ведь многие с улицы приходят, ну, тяжело пробиться сейчас. Если бы не ваша вот поддержка, да, обращение вот этой культуре, да? Что вы очень помогаете. Это спасибо вам большое-большое. Потому что без культуры ничего нет. Ничего. Калаштанники будут бегать по улице. Спасибо вам большое, что культура у нас всё-таки должна... Пока она ещё не на высоком уровне, да, надо прямо честно сказать. Но мы будем стараться. И мы, старые гвардейцы, я вот 25 лет стою у Табакова в театре контролёром. Через меня много, особенно, молодых режиссёров проходит. И какие вам благодарны. Мы благодарны, что вы обратили внимание на культуру особенно прям. И учредили свой вот президентский конкур. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Мы, я вас очень благодарю. Прям очень благодарю. Спасибо. Я хочу присоединиться и сказать отдельное спасибо за вашу огромную поддержку науки. Причём именно молодых ребят. Я сюда приглашена как мама Бауровой Наташи, которая стала лауреатом премии президента в области науки в 2013 году. Но мои студенты, а я преподаватель Бауровского университета, это тоже мои дети. И благодаря вам, именно благодаря вашей поддержке в нашем университете, молодая команда ребят, им от 20 до 30 лет, они создали лучший в России центр композита России. Вы с ними встречались на Селегерии. Они грант получают, да? Гранты не получают никакие? Вот, Твоя дочь, вот про деньги я ничего не могу сказать. Но у нас, я хочу вам передать фотографию, если можно. Дело в том, что наши ребята встречались с вами на Селегерии, это наш директор, и он обещал вам, что мы сделаем центр, которого не будет равных. Он выполнил своё слово, мы создали этот центр. У нас всё крутится, вращается. Но мы его торжественно не открыли. Мы приглашаем вас. Приезжайте к нам, пожалуйста. Спасибо. Это архиважно для нашей молодёжи, потому что поддержка президента имеет огромное значение, и она стоит, ну, дороже, чем любые деньги. Поэтому, Владимир Владимирович, мы вас ждём. Вы говорите, что у нас бессонных ночей было много. Да, это конечно. А сколько у вас, когда вы спите, когда вы отдыхаете, Владимир Владимирович, у вас бесконечные встречи. Смотрите, мы же следим за вами. Очень следим. Что это за работа? Встреча – это встреча. Обалденно. Как вы всё делаете? Вот у вас настоящая работа. Как вы всё делаете? Бауменский, допустим, институт, да, или сейчас он как? Университет называется. Университет. Вот. И знаете, у нас много вузов, но далеко не все те вузы, которые в прежние времена занимали, как бы, ведущие позиции, эти позиции удержали. А Бауменко удержал. И не просто удержал, даже укрепил. И это не благодаря президенту, это благодаря профессорско-преподавательскому составу, прежде всего. Владимир Владимирович, от президента очень много что занесено. А Бауменский университет действительно лидирует в технике, но это благодаря честной команде, где от ректора до студента мы одна команда. И мы все работаем на общее дело, причем не ради денег, а ради интереса. И мы сохранили такую школу мощную просто. И есть результат. Предмет гордости, на самом деле, нашей научной школы. Владимир Владимирович, а я сельский житель. Я, глава КФФ, приехала из Белгородской области. У нас семейная ферма. Большая? Большая фермера, детей у меня, все с высшим образованием. Мы остались все носили со мной. Ферма у нас 200 голов молочного стада. 200? 200 голов, да. И 150 шлейфов. Работаем 11 год. Но если бы не ваша поддержка, мы в том году получили грант. 5 миллионов 16 тысяч, чтобы нас уже не было. На фермерское хозяйство как раз, да? Да, да, на реконструкцию мы сделали. Ну, в общем, знаете, как новую ферму. Мы остались старые, а это крыша. Сделали молокопровищем по всем требованиям на это время. Молоко сейчас продаем все в высшем сетке. Хорошего качества. Ну, как вам удается... Так что я приглашаю вас. Спасибо большое. Ну, как вам удается сохранять вот эту продуктивность и прибыльность хозяйства? Вот в Белгородской области вообще хорошо развивается. Можно наращивать, да. Это благодаря нашему гранатуру. Он в этом году посетил наш. Вот был он у нас. Вот тем, кто не занимается сельским хозяйством, могу сказать, что... Я когда приезжаю в Белгородскую область, я уже как-то говорил публично. Если на вертолете летишь, знаете, что производит впечатление и радует? Сплошные новые крыши. Ну, верите, ну, светится. Светится ферма. Она железом покрыли. Все, моя... Там она крашена у нас. Все, простите. Я очень рада и благодарна вам. Я не знаю. Если бы не ваша поддержка, я была сна. Ну, у вас... Вы еще по старым технологиям содержите вот это стадо или уже по современному? Нет. У нас привязанное содержание. Я сама по специальности ветфетша всю жизнь. Я с самого детства. Моя мама была уже вот на улице. Я выросла. И дети мои не выросли. Ну, и как-то для нашей фермы я этот метод, в общем, приветствую. У меня это привязанное содержание. Это молочная стадо, да? Да. И сколько у вас? На раши. На завод мы надоели 5400 за 14. В этом году и на ромы к 6000 рубежу. А в среднем по области сколько вас надоет? В среднем по области... Ой, я... Не знаю. Простите меня. Мы подготовлены. Да, это я не скажу. У нас собрали. Собрали. Какое счастье. Прямо хочется по душам много-много рассказать. Но боишься это. Как уж не попасть, не в цель попасть. Вы как выделили нам время. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. За все помощи, конечно. Дай Бог вам успехов, чтобы все участники этого предприятия вашего получали удовольствие от работы. И чтобы работа спорилась. Мы, потому что переработку, думаю. Переработка молока, да? Да. Молока, чтобы сметану. Все сепараторы. На будущее. Но у нас хорошие наши начали производить. Вот оборудование для переработки молока. Наши российского производства. Или это Асковрово. Но это вот на следующий год, если все будет хорошо. Как Бог даст нам. А пока вы его сдаете, молоко целиком? Да. Организованно в области у вас сбор? Да. Дверки. Постой на руку мы сейчас даём. Но лучше сорта. Цены немножко поднялись, да? Ну, пока держатся. По сравнению с теми годами, может быть, держатся. Так что вот для жителей крупных городов подъём цен не очень хорошая история для тех, кто занимается сельским хозяйством. Да, но по сравнению с теми годами, когда солярка 17 рублей, а молоко продавали по 9 рублей, то это было страшно. А эти годы в том году цена была, в этом году держится. Так что мы справляемся. Спасибо вам большое. Всем привет передавайте большое. Так, пожалуйста. Владимир Владимирович, хочется очень большое вам спасибо за моего ребенка. Он у меня единственный гуманитарий. Значит, 90-е годы, когда он был старшеклассник, все, конечно, эти лихие 90-е, это как страшный сон у нас был. И, знаете, вот я считаю, что трудности, это, конечно, нельзя сказать, что это хорошо, но это полезно. Это как прививка, понимаете? Вот глупостями всякими заниматься ребенку было некогда. Вот у него определился как-то, знаете, у меня прям слезами плакала, ищили историческую школу, ищили историческую школу. Мы попали в исторический колледж, поступали. Ну, в несколько мест поступали, в частности, в исторический колледж. И практически у него, сколько я вспоминаю, как вот он поступил, у него выходных почти и не было. Он все время библиотеки пропадал. Ну, что-то есть у нас своя литература, но, естественно, для его исследований, вот такой вот этой его книги, то, что он сделал по огромным исследованиям, ну, вот, конечно, нельзя сказать. И знаете, что я ещё хочу подумать, вспомнить? Мы с вами почти земляки. У вас в Тверской области там родственники есть, да? А у нас в Тверской области, вот бабушка мы там ездили, и вот он у меня ездил, я его возила с четырёх лет, наверняка вы проезжаете Будово, такое местечко маленькое, большая киселёнка, там, где много, это самое, останавливаются машины и обедают, там, и чинятся, и всё. А следующий, там, за ним такая длинная деревня Будова. Ну, местных жителей там уже мало, в основном дачники, но вот с четырёх лет он где-то постигал вот этот уклад сельской жизни, понимаете? Ну, у соседей там всё смотрел, как там, что-чего, по лесам ходил уже, все места какие-то знал, где что-чего. Вот, и у него внутри, вот я до сих пор, сейчас он заезжает там буквально, ну, к родственникам там на рождении, там, день-два, вот, и всё время говорит, ой, я там собирал чернику, ой, а я здесь вот на речку сбегать, а я здесь туда, и всё хочется. И вот видение и ощущение этих просторов даёт чувство Родины. Ну, точно. Он играл, играл игрушками, устал, надоел, очередь ещё не кончается. И стоял, начал вспоминать, броня крепкая, и танки наши быстрые. И перед нами ветеран, говорит, ух ты, отходите, это самое, всё знаешь. Ну, вот, он говорит, у меня мама поёт эти песни. Какой-то он вольный был, такой гордый был. Так что вот, спасибо. От мамы всё идёт. За вашу помощь, президентские гранты он получал. Всё, и вот, мы никак не ожидали в 90-е вот такие страшные годы, что мы вообще достигнем таких высот. Так даже удивительно было. Передавайте при этом. Удивительно было. Спасибо вам за всё. Спасибо, пожалуйста. Владимир Владимирович, огромный вам привет от всех наших родителей. 1 марта мы отметили очередную 15-ю годовщину. Всё было сделано на высшем уровне, благодаря командованию нашему воздушно-десантных войск. Огромное спасибо губернатору Андрею Анатоличу Торчаку. Он просто, просто удивительный человек. Нет, я сейчас чувствую. Вот. И родители наши съехались почти все. За редким исключением, если уже были очень больные, и то собирались ехать. Билеты на руках были. Но в последний момент с температурой, ну, просто не могли. Или ещё был вот у нас Романова Наташа. Она из-под колонны здесь. Я ей гостиницу забронировала. Всё, всё, едет, едет, едет. Я уже в Пскове. Она звонит. Леди Иванова, разворачиваюсь. Умер папа Романов. Мама умерла 2 года назад. А тут папа вот один оставался. Поехала хоронить свёкра. Все родители вас вот вспоминали все и всё ждали. А вдруг Владимир Владимирович нас ещё раз посетит. Потому что та последняя встреча, когда вы были в Пскове, она просто незабываема для нас. Все её вспоминают. Всё прошло хорошо. Как обычно, все 15 лет по программе той, которая разработана уже губернатором и командованием дивизии и полка. Всё было прекрасно. И даже сейчас вот уже, наверное, 20 семей возвращались вместе со мной. Через Москву ехали на вокзале. Пока я старенькая там вышла, туда-сюда, последняя. Они стоят все кучкой и дожидаются. Они уже знали, что я буду у вас на приёме. И мне говорят, Лидия Ивановна, вы же, пожалуйста, передайте Владимиру Владимировичу, что мы очень-очень ему благодарны за заботу, за внимание, за то, что вы не забываете наши семьи. Это мы должны быть вам благодарны за то, что вы воспитали таких сыновей. Страна вам благодарна, Россия благодарна. Вам спасибо большое. Передайте им большие, большие. Обязательно. И сегодня уже будут звонить и интересоваться, как и что. Спасибо. Я, наверное, продолжу. Да, пожалуйста. Словами «А нам твердят, героев нет. Другие времена, другие люди. Гранатным взрывом полыхнул ответ. Теперь-то мы в геройство вере будем. Бессмертна, вечно мужская честь». Эти слова написал 12-летний Богдан Кулимджей из Астраханской области. И он посвятил их комбат солнца в своем стихотворении нашему сыну. Но я считаю, что эти слова право принадлежат всем защитникам отечества нашей Родины, необъятной Родины. Эти слова по праву принадлежат Сергею Бавыкину, герою России. Эти слова принадлежат и Марку, и Ктюхину. Эти слова принадлежат и всем тем ребятам, которые не вернулись к нам в город Волжский, и в честь которых высажены деревья в парке возле военкомата. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин планеты с праздником весны. Это действительно весна, она зарождает новое. Хочется пожелать мирного неба над головой. Хочется пожелать всем женщин планеты, чтобы дети возвращались домой. Радостными, счастливыми, а главное, живыми. Спасибо вам всем и удачи вам всем. Очень хорошие слова. Спасибо. Владимир Владимирович, я отступлю немножко от грустной темы. Ну, конечно. У меня, слава Богу, все дети мои, все сыновья живы. На войну они не ходили. И во многом это благодаря вашим усилиям в борьбе за мир, так сказать. Много клянут, много говорят, но если бы не вы, я не знаю, что было бы с нашей страной. Мы вам очень благодарны. Я конкретно просто благодарю вас за вашу работу. Очень много делайте для страны. И дай Бог вам здоровья, чтобы у нас все было хорошо. Позвольте мне тогда вас еще раз поздравить. И хотелось бы цветы вам вручить.